В администрации Междуреченска состоялось заседание коллегии по чрезвычайным ситуациям на повестке «Подготовка к поводку». О ситуации в городе расскажет Дарья Артамчук. В Междуреченском городском округе определены 10 зон затопления. Усинский, Сосновый лог, Сосновка, Ивановская база, поселки Майзаска, Мешок, Чульжан, Косой порог, Улуз, Чебалсу и отсекаемые территории. Это более 200 домов, где проживает почти 600 человек. От каждого населенного пункта выступили представители. Докладчики отчитались о готовности к поводку. Проведен подборный обход жителей потопляемых территорий. Жители расписывали в журнале об отказе, которые не хотят добровольно страховаться, и об отказе заранее эвакуироваться. Вот такие тоже есть, чтобы потом к нам не предъявляли. Раздали памятки с указанием телефонов спасательных служб. Разъяснили жителям порядок действия при возникновении угрозы. Глава отметил, что необходимо провести дополнительную работу жителями по страхованию имущества. В отдаленных поселках сформирован запас медикаментов, топлива, продуктов. Определены пункты временного размещения людей. Одним из них станет оздоровительный центр «Солнечный». Сейчас там уже все готово к экстренной ситуации. Также проведена значительная работа по предупреждению возникновения лесных пожаров. Готовность стопроцентная. Все работы по подготовке к пожароопасному периоду закончены в полном объеме. План тушения лесных пожаров разработан и утвержден. Утверждены маршруты патрулирования. Проведено совещание с агентаторами участка лесного комплекса. Отремонтирована вся имеющая техника и деталь. Департаментом лесного комплекса проводятся работы по заключению договора на размещение самолета для авиационно-патрулирования лесов. Глава Междуреченского городского округа дал положительную оценку готовности к пропуску паводковых вод, а также к борьбе с лесными пожарами. Информация должна быть здесь, чтобы мы своевременно приняли меры. Еще обращаю ваше внимание на то, чтобы работали средства оповещения жителей. Как правило, у нас все эти события происходят в темное время суток. Как только темное время суток, так и вода повышается, и где-то что-то загорелось, и все остальное. Поэтому готовность вот в этот период паводка вы должны быть во всеоружии. Дарья Артамчук, Михаил Чеканов, Новости Плюс.